Итак, мы сегодня собрались, чтобы отметить 75-летие освобождения Кавказских минеральных флот от немецко-фашистских захватчиков, которое совершилось 11 января 1943 года. В нашей беседе принимает участие член предколлегии альмонаха Кавказский Парнас Зоя Лепихина. Я должен сказать, что в 2015 году она стала финалистом номинации «Лучшая книга прозы» с книгой «Я люблю этот мир». В 2017 году она стала финалистом всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы». И начать свое выступление хотел бы именно с небольшого экскурса в историю. В Грозном 1942 году, 9 августа, фашисты захватили Кавказские минеральные воды. И оккупация продолжалась почти полгода, пять месяцев, с 9 августа 1942 по 11 января 1943 года. И надо сказать, что за это время фашисты натворили очень много бед, принесли много горя. Были расстреляны десятки, сотни жителей наших городов, взорваны санатории, первая в мире гидроэлектростанция на белом угле и многое другое. Надо сказать, что освобождали город Есентуки 37-я армия под командованием генерал-лейтенанта Козлова. А также 395-я стрелковая дивизия освобождала города Пятигорск, Есентуки, Станицу Суворовскую, Железноводск. А 52-я танковая и 131-я бригада 9-я армия освобождала город Минеральные воды. Но об этом вы расскажите подробнее, поскольку вы представитель города Минеральные воды. Итак, вот среди освобождавших я знал современника, нашего поэта, члена Союза писателей России Владимира Ивановича Скорика, который освобождал наши кавказские генеральные воды в 43-м году. Написал замечательные книги, одна из которых называется «Версты-версты военной поры». И я хотел бы вам прочитать стихи, посвященные этой теме – рассказ ветерана войны. Когда под Салинградом окружением фашистам устроили котел, тогда и началось освобождение на Ставрополье городов и сел. Тогда поспешно драпали бояки с кавказских гор, бросая на пути орудия, танки в панике и страхе с одним желанием ноги унести. Заря победным флагом полыхала над Машуком, над крышами домов, когда дивизия стрелковая вступала на улицы курортных городов. Мне не забыть, как мы освобождали в руинах Пятигорск и Сентуки, как жители нас радостно встречали, как плакали от счастья земляки, как нам шептали матери-старушки «Спаси Господь вас», осенив крестом, и нам совали хлебные краюшки, делясь своим единственным куском. И помнив себя под Кумская долина, ту радость, рекование сердец, с тех пор мы гнали немца до Берлина, где встретили победу, наконец. В 1943 году, буквально за несколько дней до освобождения города Пятигорска, была расстреляна фашистами разведчица-партизанка Нина Попцова в Пятигорске под горой Машук. И сейчас там установлен памятник героине. Я посвятил стихии «Живые цветы бессмертия». Над лесом кружилась, как смерть воронье, стыл в сумерках снег наздреватый. Фашист подтолкнул из машины ее холодным стволом автомата. По жгучему снегу шла муча она, босыми ногами ступая. В изорванном платье, худа и бледна, не сломленная и молодая. Отчаянно ветер в кустах голосил, казалось, он плакал над нею. Избитые пулями ветки осин умерзали в Машук леденее. И жутко, как будто цветы на лугу, среди потрясений великих, застыли кровавые капли в снегу. Бессмертие живые гвоздики. В 1942-1943 годах наши войска держали оборону на Клухорском и Мородском перевале. И, конечно, это были героические дни, когда стояли насмерть и давали клятву, молчание. То есть, когда срывались кто-то в пропасть, они молчали, чтобы не выдать своих товарищей. Вот об этом я написал балладу о мужестве. Посвящается защитникам Мородского и Клухорского перевалов. Ночь, горы, в ущелье холод и мрак, а там на вершине засел грозный враг. Его надо сбросить любой ценой. И взводный сказал, шаг вперед, кто со мной. Шагнули все строем вперед, как один, с решимостью твердой, с отвагой в груди. И каждый дал клятву, нет клятвы сильней, клянусь, коль сорвусь я, не выдам друзей. Без связки, цепляясь за выступы скал, они поднимались, и каждый молчал. И тот, кто срывался во мрак и метель, сжав зубы без крика, как камень летел. Под утро они у скалы над краю схватились врагом в рукопашном бою. Лишь кончился бой, чуть прищурив глаза, спасибо всем, выдохнув взводный, сказал. И не было выше награды для них, чем эти слова среди вершин снеговых. Когда над Кавказом сочится закат, я вижу там кровь тех погибших солдат, чью память и мужество вечно хранит, огонь у могил и суровый гранит. Ну а теперь я хочу предоставить слово Зои Лепихиной. Расскажите, пожалуйста, о том, что вы написали стихи, рассказы, вы печатаетесь в альмонахе. И вот на военную тему, патриотическую тему освобождения, комедия, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Ну, в первую очередь я хочу представить Сергея Николаевича Рыбалка, поскольку он представил меня, но не представился сам. Он поэт, член Союза писателей России, профессор, лауреат Губинской премии, губернаторской премии имени Губина. Ну, спасибо ему за прекрасные стихи, прекрасные стихи. Мне немножко труднее будет, потому что я больше прозаик, чем поэт. Но все-таки в 15-м году мне довелось участвовать в издании книги на алтарь Великой Победы. И вот тогда я познакомилась с огромным количеством ветеранов, еще живущих в Минводах. И о них писала в той книге. И они дали такой толчок, когда я стала писать о войне. До этого я как-то этой темой и не занималась. Очень много материалов поднимала, очень все было интересно. Перед 9 мая мы объехали столько памятников. Иногда даже удивляют, почему не возят по ним школьников. Памятников огромное количество, братских могил и прочее. А потом, уже в сентябре, меня пригласили на митинг к одному памятнику, где захоронено 7,5 тысяч советских граждан, расстрелянных во время оккупации. Вот на этом памятнике мы не были. И, честно говоря, мы с огромным трудом его нашли. Нам так сказали очень неопределенно, район стекольного завода. Мы объехали поселок Анжиевского. Никто не знал, где этот памятник. А он оказался просто в степи. Но мы его все-таки нашли, немножко опоздали. Но после этого митинга, что меня поразило, там 7,5 тысяч захороненных советских граждан. В основном, конечно, там евреи. Но очень много коммунистов, комсомольцев, активистов. На митинге присутствовали и армяне, и русские, и украинцы, и евреи. И читал молитву еврейский имам. Священнослужитель. Священнослужитель. И раввин, правильно. И он читал молитву на еврейском языке. Это совсем не нужно было понимать. Она и так доходила до каждого сердца. Вот когда мы вернулись после этого митинга, я написала стихотворение. Назвала его «Обелиск». Сейчас я вам его прочту. В чистом поле обелиск на синих ветрах. Днем и ночью охраняет убиенных прах. Много тысяч душ невинных здесь нашли приют. Не смеются рядом дети, птицы не поют. Лишь порою в вое ветра слышен чей-то стон. Или это плач младенца в небо унесен. Даже летом, в жаркий полдень, стынет здесь душа. Кажется, что кто-то шепчет жизнь так хороша. Если много тысяч шепчут, это уже крик. Ты стоишь у обелиска, головой паник. Тут покоятся останки, жертвы той войны. Ни герои, ни солдаты здесь погребены. В чистом поле мир их прахует. Дети, старики, те, чьи жизни оборвали вермахта стрелки. Память нас ведет тропою средь высоких трав. Поклониться, помолиться. И букет собрав, положить у обелиска. Помню и скорбью. Эту дату, это горе мы в душе храним. Ну вот я как-то написала это стихотворение. Потом все-таки я еще написала очерк. Сейчас я его не буду зачитывать, но немножечко приведу цифры. Как расстреливали. Это был противотанковый ров. И туда свозили. В минеральных водах. В минеральных водах. В возле стекольного завода. Да, возле стекольного завода. И вот объявили евреям всем собраться на железнодорожной станции. Якобы их вывозят на Украину. Взять с собой не более 20 килограмм груза. Их посадили на платформы. Буквально 10 минут от вокзала. И остановили. И стали сгонять с этих платформ. Заставили раздеваться. И потом на гишу погнали их всех. У нее очерк называется «300 шагов до смерти». Фашисты гнали их буквально босиком. По сухой поколючей траве. Старики, женщины, дети. Они бежали не зная куда. И потом вот резко останавливались перед этим рвом. И их начинали расстреливать. Некоторые женщины кидали туда детей. В надежде, что пули их не достанет. Но на них, на этих детей падали сотни и сотни раненых, убитых, живых. И очень многие заживо были там похоронены. На завтра туда же привезли людей с Кисловодска, с Есентуков, с Пятигорска. Их привозили, привозили. И в течение четырех дней заполнили этот противотанковый ров длиной в 105 метров. Он был заполнен вот полностью. Из Кисловодска привезли 18 платформ и два товарных вагона. Из Есентуков фашисты привезли 2000 человек, расстрелят их там же. Из Пятигорска людей возили машинами-душегубками. Загоняли вовнутрь от 50 до 80 человек. Дверь закрывалась герметически и пускали туда выхлопные газы. Пока машина доезжала до места, все были мертвы. Трупы сбрасывались все тот же противотанковый ров. Из Пятигорска перевезли и уничтожили 2800 человек. Так в течение четырех дней у стекольного завода появилась могила длиной в 105 метров. А всего по Ставропольскому краю фашисты уничтожили 31 645 человек мирного населения. И из них примерно 25 тысяч были евреями. Около 700 человек было душевно больных. Этот ров заполнили, загребли все это трактором и все. И на том же... Бульдозером. Бульдозером, да. И сразу, как только освободили в январе минеральные воды, буквально через несколько дней, приехала комиссия из Москвы. Руководил комиссией Алексей Толстой. Писатель. Писатель, да. Они вскрыли эту могилу. Вот это все собирались материалы против мирного населения. Все это собиралось. Все это было опубликовано. Ну вот, я хочу сказать, что после этого я особенно много стала писать о войне. И о минераловодцах, которые воевали, которые есть еще живые, есть еще уже умершие. Ну, сейчас я, наверное, пока передам слово Сергею Николаевичу, а потом немножечко почитаю еще. Через 10 дней после освобождения Кавказских минеральных вод был освобожден город Ставрополь. 21 января 1943 года 347-й стрелковой дивизии, командовавшей Сильверстом, удалось освободить город Ставрополь. Освобождение Ставрополя. В ночи январской пушки, танки били, ракеты светились в небе огоньки, когда с боями в Ставрополь входили громя фашистов красные полки. И старший лейтенант, ком взвода Булкин, бой завязав с врагами в час ночной, косил, разя их в каждом переулке, но пал от ран смертельных, как герой. На улицах до самого рассвета сражения не стихали горячи, гремели взрывы, снег сбивая светок, свистели пули, сея смерть в ночи. И от возмездия прочь уйти не дали жестокому коварному врагу. Десятки трупов вражеских остались лежать на окровавленном снегу. В развалинах был город закопченный, но радовались люди стар и млад, встречаясь со слезами восхищенно своих освободителей, солдат. Наш город Ессентуки тоже проставлен именами Героев Советского Союза, такими как Рыбников, Зубалов и многими другими. Вот я посвятил еще одно стихотворение, которое называется «Комба Зубал». Феофилард Андреевич Зубалов, гвардии майор, Герой Советского Союза, форсировал Днепр в 1944 году, а после войны жил здесь в Иссентуках, где и похоронен. Когда-то у глади Днепровской, сжимая в руках автомат, шел в бой с батальоном Геройским Зубалов, отважный комбат. Под шквальным огнем пулеметов он брал укрепления врага. Фашистские доты, дзоты, крутые Днепра берега. С крестами немецкие танки горели, закрыв невосклон. Врага, отбивая атаки, сражался его батальон. За то, что сумел обеспечить войскам переправу комбат, не зря был за подвиг отмечен наградой из высших наград. Так в схватках жестоких, кровавых, прошел он весь путь боевой, увенчанный воинской славой. Земляк наш Зубалов – герой. Его именем в Веседухах названа улица, а в этом музее представлены фотографии его, которые вы видите. Ну, вам слово. Ну, я тогда, поскольку у меня все-таки роза, я буду читать маленькие отрывочки. Вот этот рассказ «Фронтовые дороги», в общем, эти все рассказы взяты, когда я участвовала в издании книги «На алтарь Великой Победы», я ветераном нашим писала биографию. И вот биографические вот такие данные их, и на основе многих я написала небольшие рассказы, ну, и повести есть. Я буду читать небольшие отрывочки. Вот этот рассказ «Фронтовые дороги» посвящается ныне здравствующей и живущей в Минеральных Водах Анне Степановне Вербицкой. Юные девочки, школьницы, сняв свои белые платья, прямо из юности вольницы к страшной войне в объятии. Долг, выполняя свой святый, порой вы от страха рыдали. Вы – родины нашей солдаты, и вас украшают медали. Арастас отрывочек прочту такой. Ой, мамочка, ой, мама, мама, мамочка, ой, ой, не поеду больше, ни за что не поеду. Рыдая в голос, Анна гнала свою машину, уклоняясь от взрывов, объезжая воронки, то справа, то слева. Если посмотреть со стороны, создавалось впечатление, что эта ревущая в голос детенка просто вцепилась на мертвого ворон и болтается вместе с ним туда-сюда, не имея возможности оторваться. Но смотреть со стороны было некому. Дорогу до аэродрома, куда Анна вела свой грузовик, груженный снарядами, немцы обстреливали постоянно. Проскочить по ней было непросто, даже для бывалых шоферов. Асташ Анны исчислился неделями, в лучшем случае – тремя-четырьмя месяцами, не считая короткого времени учебы в городе Тбилиси. Говорят, новичкам везет. Может быть. Анне уж точно везло. Она и сама не знала, как ей удавалось объезжать воронки. Тем более, что из-за льющихся рекой слез девушка почти ничего не видела. Но справиться с собой у нее никак не получалось. Стоило ей услышать свист снаряда, волной накатывался страх. И тогда она, мертвой хваткой, вцепившись в баранку своего газона, громко ревела. Благо, никто не слышал. В эти минуты Анна становилась единым целым со своей машиной. Иногда ей казалось, что не грузовик, а она сама мчится по дороге, уворачиваясь от летящих в нее фашистских снарядов. Может, именно это чувство полнейшего единения и помогало ей проскакивать опасную зону. Но скрыть того, что она плакала, Анна не могла. Выдавали опухшие глаза и покрасневший нос. Вот этот рассказ я отрывочек прочитала, Анне Ивановне посвящен. Ну, что интересно, вы не вывывали из того же поколения, как и я, уже послевоенного. Да. А тем не менее, ваши рассказы настолько написаны убедительно, как будто вы там побывали сами. То есть, умение перевоплощаться – это свойство настоящего художника слова. Спасибо. Ну, действительно, я когда пишу, у меня впечатление, что это я бегу по дороге. Или это я ползу в грязи. Я переживаю настолько, что иногда просто откладываю то, что пишу, и прихожу в себя, а потом берусь снова. Как сказал Высовский, это я не вернусь из боя. Да, вот это так, действительно. Вот посвящается очень короткий рассказик, но я тоже отрывочек прочту. Медаль за отвагу посвящается Родиону Родионовичу Томилину, ветерану Великой Отечественной войны. Он тоже, слава Богу, еще жив, хотя уже очень-очень плохо. Колеса монотонно стучали на стыках рельс. Вагон покачивался в такт колесам, временами вздрагивал и дергался, но упорно двигался на восток. Внутри стояла духота, запах крови, пота и боли. Раздавались стоны, тихие голоса медсестер, сочувствующие, уговаривающие, усталые. Родион слышал все, но словно издалека. Реальной была только боль. Она была везде, в ногах, в груди, в животе. Она блесталась внутри него при каждом покачивании вагона. И казалось, этому никогда не будет конца. Но он терпел. Знал, что там, в полевом госпитале, для него сделали все, что смогли. Теперь их везли в тыль. Предстоит еще операции, может, не одна. Но он жив, а это главное. Ну, слава Богу, он жив и до сих пор. Еще я писала о пенсионере ФСБ, который умер вот два месяца назад. Я писала о нем... Сейчас. Самое интересное, что он сам писатель. Он поэт, он прозаин. Но когда он позвонил мне и попросил написать о своем отце, я его спросила, а почему вы сами не напишите? Он сказал, как же я могу писать о своем отце. О нем надо писать только очень-очень хорошо. А это получится некрасиво, что я восхваляю своего отца. Вот представляете, вот насколько скромный человек. Он мне рассказал о своем отце. Я написала рассказ. Он... Ему рассказ понравился. Если честно, он даже плакал, потому что он вспоминал вот это. Это один случай на станции Тихорецкой. Его отец, он был бригадиром поезда, который ремонтировал пути на Сталинград. Туда шли составы с оружием, с людьми, с бойцами. А впереди шел вот этот состав и на ходу под пулями, под бомбами. Они ремонтировали, чтобы мог состав пройти. А обратно вывозили раненых. И опять они шли впереди и ремонтировали эти пути. И вот на одной из станций такая случайная встреча. Он встречает своего сына. Он идет на станции, крохотный базарчик военного времени. И вдруг он увидел, уже повернувшись, чтобы уйти, нечаянно столкнулся с молодым солдатом. Извинившись, отступил в сторону. Неожиданно солдат придержал ему за руку. Простите, вы случайно не отец Анатолия Климовича? Что с сыном? Что с Анатолием? Побелевшими губами прошептал Михаил Михайлович. Не волнуйтесь, все хорошо, проговорил солдат. А сам уже тянул его в сторону стоящего на путях встречного эшелона. Я вас узнал, вы к Толику приезжали. И я вас узнал. Здесь ваш сын. Здесь быстрее. Они бежали вдоль состава. Первый вагон, второй, третий. Вдруг солдат резко остановился и закричал. Климович, Толик! Бойцы, курившие возле вагона, раступились. И перед глазами отца возникло до боли родное лицо сына. Завернутые лепешки выскользнули из рук, но были ловко пойманы все тем же солдатом. Отец, не веря своим глазам, Анатолий шагнул вперед, прямо в распростертые руки. — Сынок! Сынок, родной мой! Отец, откуда ты здесь? Михаил Михайлович махнул в сторону своего состава. — На Сталинград мой. А ты? Они никак не могли разжать объятия, боясь потерять даже секунду дарованной им встречи. Наконец, Анатолий чуть отстранился, но тут же вновь приник к отцу. — Как у вас, папа? Все ли в порядке? — Все нормально, сынок. — Ты так, ага. — Куда сейчас? — На фронт, папа. — Ну ты не расстраивайся, ты верь, и все будет хорошо. Я обязательно вернусь, отец. — Обязательно. Вокруг отца и сына образовалось пустое пространство. Люди тактично отошли в сторону, но оторвать взгляд было выше их сил. Смотрели по-разному. Кто со слезами на глазах, кто с улыбкой, а кто из зависти. — Сынок, ты куришь? — спросил отец, почувствовав запах табака. — Прости, отец. Война. — Да что уж там, я понимаю. Дай мне листочек бумаги, если есть, или хотя бы пачку папиросную. Анатолий рассмеялся и достал портсигар. — Да не смейся ты, я ведь не закурил. Я написать хочу. Михаил Михайлович нацарапал на крышке портсигара несколько строк и закончил их словами. — Будь невредим и возвращайся скорее. Вот эта вот такая минутная встреча произошла. Это действительно очень редкая случайность. Анатолий вернулся с фронта в 45-м году и встретился с отцом. И вот Леонид Михайлович, младший сын, он работал в депо, хотя еще был мальчишкой совсем. И хотя вот он разведчик, он ФСБшник, он писал Царство ему Небесное прекрасные рассказы и стихи, но вот о своих родных он попросил написать в виде постороннего человека. Все-таки это говорит о том, насколько скромны были люди того поколения. Но больше я не буду так читать из прозы. Все-таки я хочу прочесть напоследок вот такое стихотворение тоже о войне, как бы о людях воевавших. — Очень похоже, что вы пишете не только прозы, но и стихи. Да, я, вы знаете, перед каждой повестью или рассказом я делаю вставочку стихов. Но вот это стихотворение я написала в память Николая Александровича Лепихина. Это мой сынок. Давайте нарежем сало, хлеба и огурцов, нальем по стаканчику водки, поменим наших отцов. Не знали они разносолов, не пили марочных вин, но, собираясь все вместе, тост был на всех один. За Родину. Пили стоят русский, ингуш, казах, за нашу святую Родину. И гордость была в глазах. Отцы наши, деды, прадеды, сегодня мы пьем за вас, за тех, кто ценой жизни Родину нашу спас. Не ставьте на стол бога, бокалы и заграничный хлам. Сегодня мы выпьем за павших их фронтовые сто грамм. Запусим краюшкой хлеба, скупую слезу смахнем, и все фронтовые песни в память Николая пропоем. Спасибо. Ну что ж, я хотел завершить нашу встречу своими стихами. Дело в том, что когда-то я работал заместителем начальника штаба почетного караула у Вечного дня славы города Пятигорска. Там же я и участвовал в первом всесоюзном слете часовых и подчастках. И надо сказать, что там вечный огонь горит у подожжи Машука, где сменяются наши часовые, школьники. И, конечно, это очень почетно. И дай бог, чтобы всегда так продолжалось. Я написал в стихотворении «Отгремела война». Над Россией давно отгремела война. Отсвистели свинцовые пули. Над могилами павших, где спит тишина, Часовые стоят в карауле. И как отблеск пожарищ военной поры, Как победное красное знамя, Как великая память в подножье горы Полыхает священное пламя. Это пламя сердец, что в бессмертии ушли, Что с собой заслонили Россию, Чтобы дети, внуки их мирно могли Жить под небом безоблачным, синим. Ну а если нагрянув, беда к нам придет, Мы страну своей грудью закроем, Как отцы и как деды, Как весь наш народ, Что рождал и рождает героев. Сколько плед не прошло с той великой войны, Как ни гнули бы нас, ни ломали, Мы всегда будем памяти павших верны, Что Россию в боях отстояли. Вот и мой отец тоже, Участник в Великой Отечественной войне, Участвовал в форсировании Днепра, Где Зубалов, о котором я говорил, Герой Советского Союза, наш земляк. И я когда-то сопровождал отца в поездке на Днепр, В город Херсон. Это было за год до его кончины. К сожалению, папы уже нет давно, Но ему я высек на памятнике такие стихи. Тебя крестил свинец, Смерч над тобой кружил, Спокойно спи, отец, Ты честной жизнь прожил. Он был командиром минометного взвода, Расчета, Он командовал в артиллерии. И, конечно, память о нем для меня священна, Так же, как и память о наших дедах и отцах. Поэтому мое заключительное стихотворение Нашим дедам и отцам. Молодости нашей не досталось, Что на долю выпало отцов. Шли они сквозь пули и усталость, Глядя смерти огненной в лицо. На плечах солдатских выносили Боль утрат и грусть тяжелых лет. Сколько их, что головы сложили, Сколько их, что с нами рядом нет. Это знают лишь степные дали, Где прошел их грозный, трудный путь. Шрам от осколков до медали, Гордо украшающая грудь. Белых прямые обелиски, Память не вернувшихся с войны. В день победы кланяюсь вам низко, Вам, седым защитникам страны, Вам, живым и павшим, Что стояли насмерть за Москву и Сталинград, Что победу нашу добывали, Испытав в войны кромешный ад. Сколько бед и горести досталось Нашим славным дедам и отцам, Пусть же будет их спокойной старость, А их жизнь примером станет нам.